У нас полностью стена вся, с этой стороны фасада вся в грибке. Когда обрывала обои, мокрицы, тараканы, многоножки здесь были. В эту квартиру Наталья с семьей переехала совсем недавно. Говорит, ничего не предвещало беды, пока не решили переклеить обои. Мы купили квартиру два месяца назад. Решили сделать ремонт. Нас бывшие собственники не предупредили, то есть обманули. Скрыли дефекты, скрытые получается, и сказали, что здесь ничего не течет. Напрямую задавался вопрос. Стал делать ремонт и обнаружил такую ситуацию, что у нас на стене грибок, который сложно выводится, который плохо действует на здоровье. На фонд капитальный ремонт написано, что у нас капитальный ремонт крыши 25-27 год. Но до этого времени наши потолки не доживут. Я уже не знаю, что делать. Мы уже планировали чем-то накрывать наш потолок, но это все будет бездейственно и все протечет опять. А в соседней квартире помимо сырости, черной плесени и насекомых проблемы куда глобальнее. Там этой весной обвалился потолок. Собственники рассказывают, до этого им не раз приходилось сливать воду с натяжных потолков. 21 апреля у нас рухнуло перекрытие, показалось дранко и виден был чердак. С кусками штукатурки муравьи, макрицы. Тут все было завольное. Хорошо, дома никого не было. Когда я пригласила инженера, она сказала, я полностью чердак видела через такие крыши. Как бы она ни удивилась. Походу, тут такое отношение к жильцам страшное. Если мы раньше боялись только оттепели, когда заморозки, оттепель весны. Сейчас и дождя боимся. Вот уже в дождь. Вот это вот отвалилось в дождь. И так везде. Латать дыры в потолке у себя на кухне жителям пришлось за свой счет. Говорят, удалось отсудить у коммунальщиков небольшую сумму на ремонт. Только вот до сих пор люди не получили ни копейки. По словам жителей, несколько лет назад в доме провели капремонт фасада. Правда, и здесь уже пошли трещины, жалуются жильцы. Говорят, дома больше 60 лет. И за это время здесь ни разу капитально не ремонтировали кровлю. Вот какие работы требовалось провести в первую очередь, сетуют жители. Текущий ремонт крыши был в 2019 году. Управляющая компания мне предоставила копию экспертизы по принятию. Я не знаю, как его сделали. Там сплошные нарушения. В нем написано, что износ крыши больше 60%. Это вот год назад она была экспертиза. Сейчас, конечно, еще больше. И предлагают нам, жильцам, обращаться в капитальный ремонт. Чтобы мы сами бились за капитальный ремонт крыши. Типа это не наши. Раз такой износ, то капитальный. Люди в растерянности, говорят, попросили представителей управляющей компании отчитаться, как они подготовили кровлю дома к предстоящей зиме. На что им пришел ответ, что дыры запенили и положили 6,5 квадратов шифера. Это при том, что крыши текут практически во всех квартирах на верхнем этаже. Жители обращались в различные инстанции, но это не помогло решить проблему. Люди просят вышестоящей организации подключиться к решению вопроса.